1 сентября ученики школы-воспитанники детских садов должны прийти в чистые, светлые и удобные помещения. Не должно быть и проблем с отоплением зимой. В прошлом году только из городского бюджета было выделено более 300 миллионов рублей на ремонт и содержание учебных заведений. Тем не менее, от помощи шефских организаций никто не отказывается. Четыре года работаем мы по этой программе взаимодействия шефских организаций с нашими образовательными учреждениями. Ни один муниципальный и краевой бюджет не выдержит той нагрузки, которая ложится на нас. На ремонт образовательных учреждений нужны колоссальные деньги. И шефы – социально ответственные люди. В Сочи почти у каждого учебного заведения имеется шеф. На сегодняшний день их 150. В основном это предприниматели. Они помогают с ремонтом и содержанием детского сада или школы. В школе всегда есть проблемы, какие-то текущие ремонты. Но в свою очередь в этом году мы к первому сентябрю подготовим зал обеденный, санузлы. Два класса надо будет отремонтировать полностью. Ну и другие там спортивные такие направления. Шефство над школами бизнесмены берут по разным причинам. У кого-то там учатся дети, кто-то сам сидел за этими партнами. А иные просто считают необходимым заниматься благотворительностью. Глава Сочи Анатолий Пахомов отметил важность шефских организаций. Такой социальный патронтаж дает свои плоды. Ситуация значительно изменилась в лучшую сторону. Этому способствовала и та огромная работа, которая финансировалась за счет бюджета краевого и городского. Мы много детских садов отремонтировали, много построили. Но все невозможно сделать за счет бюджета. И конечно, те шефы, в основном строительные организации, да и не только строительные. Вы видели, что есть и те ребята, которые занимаются продажей канцелярских товаров, но тем не менее желают помогать детским дошкольным учреждениям, и которые действительно помогают всем остальным достойно содержать детское дошкольное учреждение, они просто заслуживают уважения. Добросовестные шефы в начале учебного года традиционно получают награды. И это не только грамоты и благодарности от властей, но и детские улыбки и уважение горожан. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.